Продолжение следует... Анализы, вот отлично все здорово, а мешки под глазами, ноги отекают, а иногда и пальцы отекают, на макушке пастозность, которая говорит о том, что с почками не все в порядке, а анализы хорошие, а кому верить? Верить только собственным ощущениям. И вот когда такое явление возникает, как функциональное снижение почек, то возникает напряжение на шейном отделе. Мышцы напряглись, передавили нервные волокна, которые иннервируют наши зубы, которые управляют кровоснабжением щитовидной железы, которые управляют глазом, ухом, лоб, память ассоциативная или скорость мышления. И мы с вами начинаем терять эти органы только из-за того, что почка ослабла, а вот здесь возникло напряжение. А давайте кого-нибудь для показа. Вас как зовут? Андрей. Вот если взять Андрей, Андрюш, можно я посмотрю, как твоя левая, поверни на левую голову и направо. Вот если посмотреть вот сюда влево, в правом плечу недоворот. А почему недоворот? А потому что вот мышца напряжена. И если эту мышцу расслабить, то голова повернется еще дальше. Но ведь напряжение-то произошло из-за чего? Из-за того, что чуть-чуть с почкой не все в порядке. И вот здесь у нас возникла такая своеобразная диагностика. Когда берешь руку и по руке рассматриваешь. И вот даже оценить таким образом. Взяли влажность руки. А ведь Андрей, а вот здесь тоже проблема. А почему? Влажная ладошка. Ладошка влажная, она нам говорит о том, что здесь снижение функции. Я не говорю о болезни. Это снижение функции левой, правой почки. А правая почка, если откроем учебник по физиологии, за что она отвечает? Она, оказывается, регулирует газовый обмен. То есть она поддерживает уровень углекислоты в крови. Так вот этот уровень, если снижается, то даже если мы с вами будем дышать кислородной подушкой, мы не получим полного кислородного обеспечения всех тканей. И поэтому, чтобы решить эту задачу, нужно прокачать правую почку. Как только почка правая прокачивается, вот этой влажности становится меньше. И в то же время такой синдром, как синдром хронической усталости, он исчезает. И в то же время, и здесь тоже, если мы повернем шею, Андрюш, вот здесь вот не должно быть ни одной болевой точки. То есть шея наша, вообще, она должна быть как палец. Палец же не болит. Вот точно такая же должна быть шея. Если же на шее появляются болевые участки, а боль идет не от мышцы, она идет от нервного волокна, которое отекло. И отечная оболочка нервного волокна, она всегда создает вот эту иллюзию боли. И в то же время, если мы улучшаем состояние шеи, то мы улучшаем сразу стоматологию. Представьте, стоматолог же не говорит, почему зубы выпадают. Да потому что они плохо кровоснабжаются при зажиме нервных волокон. Кровь не поступает к деснам. И чем хотите, чистите. Зубным порошком. Разложите все по рядам, и ничто не поможет. Только по одной причине, кровь не поступает. То же самое и с эндокринной системой. Если эндокринка страдает, в данном случае мы говорим про щитовидную железу, то в первую очередь это кровоснабжение. Отсюда выходят нервные волокна, которые управляют кровоснабжением сердца. И кровоснабжением щитовидной железы. А сердце, если мы с вами возьмем вот этот маленький участок, так называемый каротидный синусовый узел. Или откройте учебник по физиологии, вы будете удивлены, за что он отвечает. Начиная от диаметра просвета самого сосуда в самого сердце и заканчивая ритмом сердца. А сколько народу страдает аритмией? Иногда приходит пациент на прием, взял его пульс направо или налево, и тут уже вопрос другой. И если ты наблюдаешь, ага, учащение ритма или наоборот, торможение ритма, предлагаешь, а давай-ка сделаем размял. Как только вот здесь боль исчезает, сердце начинает по-другому работать. И вот опять, Андрюш, тоже интересный момент. Вот посмотрите, коллеги, шершавый локоть. А шершавый локоть обычно тогда, когда снижение функции поджелудочной. И получается, что и вот покраснение лица, оно связано с тем, что перевозбуждение этой ткани. Она плохо кровоснабжаемая. А так как мы коснулись с этой стороны шеи, и здесь тоже присутствует напряжение, то мы говорим о том, что и левая почка имеет свою, скажем так, сниженную функцию. А левая почка что она регулирует? Заряды эритроцитов. То есть она поддерживает уровень PH крови. Будем говорить 7,41, 7,43. Идеально. Когда же мы рассматриваем пациентов, которые приходят к нам на прием, то очень часто под микроскопией крови мы видим агрегатированные форменные элементы, слипшиеся эти элементы. И естественно, когда такие, область поджелудочной железы, в данном случае в нашем животе, это область, где наибольшее количество мелких сосудов, и вот эти мелкие сосуды, получается так, что они как бы начинают забиваться вот этой густой кровью. И обратите внимание, а если еще стресс, а во время стресса мы обычно с вами, то сахарный диабет развивается, то слепнем. А почему? Мелкие сосуды, и так-то кровь густая. А тут еще стресс, еще больше сгущения. И вот возникает проблема. И в то же время, если мы восстанавливаем кровообращение в области поджелудочной, то как показатель, как индикатор, локоть-то освобождается от этой сухой кожи. И лицо становится более светлым, нормальным. И покраснение лица – это в первую очередь функция снижения функции поджелудочной железы. Но это не болезнь на всякий случай. Потому что это многих, вот если любого человека здесь возьмем, если он не подготовлен, мы обязательно найдем что-то. Обязательно найдем снижение почек, функции почек. У кого-то снижение функции печени. И если посмотреть язык, покажи, пожалуйста, язык. Молодец, еще побольше. Но здесь доминация все-таки почечная. Знаешь, печень, будем так говорить, в пределах функциональной, физиологической нормы. Ну вот. Теперь, конечно, эти почки, они имеют еще одну интересную тему. Вот если мы с вами возьмем вот здесь напряжение, чувствуешь, да? То вот в этом напряжении присутствует ущемление нерва, которое иннервирует вот эти два с половиной пальца. А вот если, Андрей, руку вот так за голову, то вот здесь, вот, чувствуешь? А здесь напряжение, вот, чтобы было видно лицо. Потому что все, ага. Напряжение, которое вызывается другим нервом, которое выходит вот с этой области. И в то же время, представьте, если мы освобождаем это нервное волокно, снимаем с него напряжение, импульсы нормально начинают проходить, тогда пальцы немые, немота исчезает. А в спорте, если человек плывет, ух там, и вот в этот момент вот здесь грибок сильный, а вот здесь кровь в руках не поступает. И опять включились сосуды. И вот на этом участке только сосудистые русла и работают. А здесь оно работает на четверть или на половину, будем так говорить. Но если отработать вот эти все участки, то кровообращение восстанавливается, и тогда рекорд. И в то же время, конечно, если мы отработаем шею, добьемся того, чтобы шея была как вот палец, вот если возьмешь мою шею, потрогаешь, сравни мою и свою. Мне 70 лет, и в то же время... Но, коллеги, в данном случае мы говорим о том, что шея – это наша память, это наше обоняние, это наша скорость мышления, поэтому нужно привести. А вот чтобы она постоянно поддерживалась в этом состоянии, которое мы сделали, вы должны привести в норму живот. И тогда это закрепляется, это фиксируется, и человек долго-долго не имеет проблем с шейным отделом. А если же мы с вами приложим определенные старания, выберем вот это напряжение, да, мы улучшим кровоснабжение головы, но оно опять затянется напряженными мышцами. Почему? Рефлексия между органами и мышцами, которые находятся на шее. Ну и, естественно, если посмотреть желудок, то вот взять эту область, она тоже принадлежит желудку, только, скорее всего, даже не желудку, а артериям, которые идут из-под желудка, и которые обеспечивают яички кровью. А что даже ненормальное кровообращение? То есть, если желудок напряженный, бывает так, что пациент приходит, желудок весь скокоженый. И как индикатор, у нас, правда, наш Андрей, он не показательный. Андрей, еще раз, покажи язык. Ага, выпрямь и расслабь его. И вот расслабленный язык на краях языка можно увидеть отпечатки, но у тебя ярких нет, можно посмотреть у кого-нибудь из наших сидящих здесь поблизости. А покажите ваш язык. Да, это вот как раз тот вариант, когда язык напряженный, он не формирует пищевой комок. Вернее, желудок не формирует, а это как индикатор стресса. И поэтому, с одной стороны, как решить эту проблему? Конечно, она в первую очередь в голове. Стресс, стресс, стресс. Но для того, чтобы выживать в наше время, нужно просто размять желудок, снять с него напряжение. И теперь уже нужно посмотреть. Яна, дай-ка мне твою правую руку. Сними, пожалуйста, часы на секундочку. И вот здесь существует вот такая простейшая диагностика, которую я рекомендую всем знать. Мы берем и просматриваем чувствительность точек на кисти. Здесь и здесь. Которая из них самая чувствительная? Самая нижняя. И вот получается, что я угадал. Первая – это точка. Она принадлежит желудку. Вторая принадлежит поджелудочной. Третья принадлежит вегетативной системе. А четвертая – простати. И на сегодняшний момент самое слабое звено в твоем организме – это желудок. А желудок – это потенция мужская. Но ни в коем случае я не говорю, что у Яна там какая-то проблема. А мы сейчас посмотрим. Да, у Яна нормально. Тестостерон. Но это пока тестостерон. На руке все написано. Где? У кого доминирует тестостерон? У кого эстрогены? Рука все показывает. И поэтому, взглянув на руку, мы можем на ухо сказать, потому что весь зал не должен знать, какие проблемы у вас. Ну вот. Хорошо, вот Ян согласился показать. Ян, и эту тоже. Нормально, у тебя все хорошо. Желудок еще не сотворил того, что он должен сотворить. Представьте, из-под желудка у мужчин и у женщин выходят два сосудика, всего полтора миллиметра. Это артерия у мужчин – тестикулярис, у женщин – аварика или аварис. Так вот, напряженный желудок передавил эти артерии. Ну и чего хотите, то и делайте. Туда кровь не поступает к яичникам, формируется поликистоза у женщин, а у мужчин недостаточное скороснабжение яичка. Тестостерон не вырабатывается, и тогда мужчине неинтересны девушки, неинтересны женщины. Только по одной причине – уровень тестостерона снизился. А это же энергия. Конечно, тестостерон формируется еще и в мышечных тканях, когда мы с вами кувалдой работаем. А если у женщины эстрогены снизились, тестостерон приподнялся, а ей еще дали кувалду в руки, то и усы начинают расти. Вот и все. Но решить этот вопрос достаточно просто. Для этого, конечно, специалист должен показать, как разминается этот живот, или показать ему, что он должен делать дома. В одном случае он может покататься на мяче, приобрел мячик такой приспущенный, лег желудком, полежал, боль ушла, полежал, и оказывается, во время надавливания уходит спазм. Как только спазм уходит, орган начинает нормально функционировать. И тогда на лице меняются рисунки. А ведь поджелудком еще и поджелудочная железа. И вот если бы нашему парню еще таким образом поделать, покататься, то я думаю, через пару дней лицо будет совершенно другое. И, конечно, здесь вот еще слабость правой почки, но это мы, может быть, даже посмотрим на столе, и я покажу, что делать. И можно даже отработать эту почку и увидеть, как лицо меняется, как цвет лица меняется. А правая почка, у нее свои особенности. Она, я уже упоминал, руководит газовым обменом, поддерживает уровень углекислоты в крови. И если этот уровень падает, дыши хоть кислородной подушкой, не надышится. И вот здесь-то мы наблюдаем, как правая почка управляет легкими. И были случаи, когда с онкопроцессом пациент приходит, у него проблемы-то в легком, прокачали правую почку, кровохоркание прекращается. Ну, а дальше уже общие рекомендации. Конечно, коллеги, с позиции живота многие постулаты в медицине, они как бы начинают рассматриваться с других позиций. Как это понять, другие позиции? А кто в медицине при патологии легких, при астмах, при туберкулезе легкого, кто смотрит почки? А никто. Анализы-то нормальные. А есть понятие функциональное снижение. И кому мы больше верим, когда приносят справку, где вирус папилломатоза не найден, а на шее сплошные папилломы? Конечно, я верю тому, что я вижу на шее, а не этой справке. Потому что справку писал, очевидно, некомпетентный доктор. Вот такая вот интересная особенность. Ну и если мы с вами здесь имеем вот эти проблемы, то проблема развивается дальше сюда, тут тоже ущемление идет в нервы, ну и нарушается кровоснабжение вот этих двух с половиной пальцев. И в то же время, если мы отработали живот, отработали шею, то долго вот эта проблема не возвращается. И тогда амплитуда плеча лучше, тогда и грибки лучше, и подтягиваться человек больше, потому что, представьте, он на перекладине повис, руки-то уже в верхнем положении, здесь поменялось натяжение нервного волокна, кровь не поступает, и, конечно, количество подтягиваний, предположим, 10 раз подтянулся, тут как только разобрали шею, человек уже 15 раз подтягивается. А почему? Это кровообращение, кровь пришла. Вот такая вот интересная тема. Поэтому, конечно, существуют внешние признаки, которые мы с вами, по крайней мере, должны знать. В свое время я выпустил книжку «Методы функциональной диагностики». И мы ее постоянно дополняем, дополняем, дополняем. Но, я думаю, конца предела не будет этого всего. Вот она. «Методы функциональной диагностики висцеральной практики». А для чего это нужно? А для того, чтобы каждый, взглянув на лицо, вот посмотрите, вот это все по секторам изображения проблем. Просто так ни один прыщ не вылезет на лице. Просто так не появится ни одно пятно. Ни один отек просто так не бывает. Ну и, естественно, если мы с вами возьмем наше тело, то на нашем теле есть тоже представительные зоны. Так вот, получается, что наше тело... Вот еще зоны представительные, по которым можно судить о том, как идет процесс оздоровления человека. И если у человека с печенью или с почками становится лучше, то эти зоны начинают уменьшаться, они начинают сокращаться. И это несколько напоминает нам сосуд. Представьте, сосуд, из которого истекает вода. Если мы дырки затыкаем, вода перестает истекать. Так вот, вот эти представительные зоны это равносильно дыркам, которые находятся на нашем теле. И чем их больше, тем более слаб же человек. И поэтому, когда мы готовим спортсменов к какому-то рекорду, то наша задача сделать, чтобы ни на одном участке ткани, мышцы, надкосницы не было никакой боли. И, кстати, вот здесь вот находится интересная точка. Это точка, которая несет информацию об артерии у женщин. А варис, у мужчин – тостикулярис. Поэтому, взглянув, потрогал, ага, здесь, значит, нужно отработать живот. Как отработали живот, возвращаемся к этой точке, а эта точка стала нормальной. Пошла энергия туда. Что же? И вот тогда, вообще не зря пословица, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Тогда нет передавливания, тогда семья нормальная. И нет вопросов. Что у женщин, что у мужчин. Конечно, сейчас мы сталкиваемся еще с одной проблемой. Из-за того, что основная масса населения в стрессе, то мы наблюдаем, как возникают проблемы с аортой. Что за проблемы? То есть, ишемизация. То есть, когда постоянные стрессы, а нет реализации этого стресса. То есть, стресс – это выработка адреналина, выброс адреналина. И вот сегодня, завтра, послезавтра, неделя. И потом мобилизация вот эта адреналиновая, она заканчивается, наступает депрессия. Но депрессия не только здесь в голове, но она и в сосудах. И вот магистральные сосуды начинают расслабляться так под этой депрессией, что через них начинает протекать плазма крови. И эта плазма крови, когда начинает истекать, мозг человека начинает анализировать и понимает, что здесь потеря, жидкость уходит. Что нужно делать? Организм поднимает холестерин и начинает холестерином затыкать эти дырки. И вот здесь одна особенность, которую в медицине никто не видит, что затычка начинается с района бифуркации, там идет разветвление этих подвздошных артерий. И по знаку Мерседеса, как у Мерседеса, идет в нижнюю часть, к ногам, идет вверх, а идя вверх, она, во-первых, блокирует первое, что забивается, это артерия, обеспечивающая кровообращение нисходящую ветку толстой кишки. То есть это нижняя брыжейчная артерия. Следующая забивается левая почка. Следующая забивается верхняя брыжейчная. И так вот дальше, дальше, дальше. И, наконец, когда она приходит уже на область сердца, то все начинают говорить про ишемию. Потому что появляются синие ногти, синие губы. Но опять аорту, вот эту часть, ее не видят. И, конечно, если такая ситуация происходит, то здесь уже подход к животу должен быть коллеги другой. Здесь уже должен работать обязательно специалист. Потому что аорта, это дело хитрое. И здесь уже на мече кататься я не рекомендую, потому что можно травмировать. И к нам приезжает со всей России и зарубежья, когда человек насмотрелся там по телевизору или кто-то показал, взял предмет, начал предметом разминать якобы эту кость. А ведь аорта стала как кость плотная, твердая. И в результате что? Возникла аневризма. И вот приходится решать вот такие проблемы. И причем решать, опять же, он же к нам приехал. А чем решать? И вот здесь на помощь идут пиявки, пчелы. Идет древняя аутогемотерапия, когда на этой области, где область аневризмы, приходится иногда обкалывать кровью, вводя кровь под кожу, живота. Но она решает эту задачу, аневризма начинает уменьшаться. Но, коллеги, в любом случае, я не буду забивать вашу голову этими тяжелыми проблемами, потому что это должен только специалисту работать. А вот такой вариант профилактики это вы должны знать. И в то же время должны знать, что в нашем теле существует математическая модель развития патологии. Везде одна математика. Солнце двигается или Земля двигается вокруг Солнца по определенной траектории. Зима, весна, лето, осень. И мы не можем ее изменить. Ночь сменяет день, или Луна, движение Луны. Луна тоже действует на нас. Вот предположим, в полнолунии у всех женщин должны приходить месячные. Луна воздействует. В животе в нашем тоже нечто подобное математическая модель. И вот эта математическая модель начинается проблема с того, что во время стресса стресс берем за основу, во время стресса спазмируются органы, луковицы двенадцатиперстной кишки, которые передавливают и начинают развиваться нарушение функции печени желчного. А так как желчь активизирует ферменты поджелудочной железы, то он начинает страдать и поджелудочной. И вот как вроде практически здоровый паренек, а вот этот круг уже закрутился. И нужно его остановить. Не ждать, пока сахарный диабет возникнет, не ждать, пока живот раздует, не ждать, пока все внизу передавит. Поэтому и вот здесь как раз вот эта наша тема, она позволяет выживать в этих экстренных ситуациях. Кто-то, конечно, на уровне своем, не знание анатомии, а кто более знаком с анатомией и физиологией, то более грамотно пройдя обучение и начинает трудиться, помогать окружающему пространству, помогать друзьям, помогать своим детям, родственникам. И в конце концов иногда это переходит в специальность. И вот почему мне приятно здесь поступать, потому что передо мной спортсмены, а спортсмены они более чувствительные. Если когда мы берем народ, который к нам приходит на обучение, то иногда действительно руки не тем концом вставлены. А спортсмены понимают, что трудолюбивый всегда побеждает способного. Если ты будешь трудиться, ты обязательно добьешься всего. Поэтому коллеги, я вас призываю самотерапия достойное явление, чтобы помочь себе прожить долгой, нормальной, плодотворной жизнью, чтобы не быть обузой для своих родственников. родственной для своих родственников. Редактор субтитров